Сегодня снова на нашем столе самые разнообразные продукты. Что же из всего этого приготовит Сергей Цыгаль? И кто на этот раз придет к нему в гости на шашлыки? Об этом мы узнаем буквально через несколько секунд. Кто не знает, что такое шашлычок? Это небо голубое и дымок, это теплая компания друзей, а потом воспоминания о ней. Это программа на шашлыки, я ее ведущий Сергей Цыгаль. Сейчас к нам придет в гости замечательная женщина, зовут ее Арина. В свое время ее родителям пришлось заплатить большой штраф, потому что руководители ЗАГСа не хотели регистрировать такое имя. Она известный журналист и телеведущая. Встречайте, Арина Шарапова. Здравствуй, Арина. Здравствуй, Сережа. Здравствуй, Арина. Здравствуй, Сережа. Что за тряпочку ты хочешь? Я тебе хочу дать фарточек, чтобы ты не испачкал свое замечательное... Спасибо большое. Я думала сразу прячься туда, чтобы я что-нибудь тут уже моила, тут тряпила. Нет. Я хотел начать с шашлыком. Ой, холодно мне очень. Какие шашлыки? Давай все-таки начнем с чего-нибудь тепленького такого. Хорошо. Давай будем делать чай. Ура. Ты компила имбирный чай? Ну да, но только я никогда не видела, как его делают. Делают очень просто. Берут имбирь, у нас хороший кусок имбиря. Давай вот ты почищу кусочек, и я почищу. А прям вот целиком, да? Да, прям аккуратненько шкурочку снимем, а потом меленько-меленько порежем. А ты пока расскажешь, какие были проблемы с именем Арина. Мне это очень интересно, потому что у меня была аналогичная проблема. Сережа, тебя не хотели зарегистрировать? Нет. Пока. Ты даже уронила имбиря. Нет, не хотели Машу регистрировать, потому что нет такого имени Мариетта через Е оборотно, через Э. Ничего себе. Через Е есть, а через Э нет. А почему Арину-то не хотели писать? Ну, потому что такого имени не было у них там по советским законам-то. Там же какие-то списки, наверное, какие можно именно, а какие нет. Ну, я никакого штрафа не платил. Нет, моя мама конфеты носила сначала. А, такой бы? Да, носила конфеты, ей сказали, мало. Ну, в общем, отказались все равно регистрировать. Так, да, она, в общем, настояла на своем каким-то образом. Ну, со скандалом. Ну, штраф ей пришлось платить в результате какой-то там. Ну, знаешь, почему? Потому что штраф она заплатила, потому что меня долго не называли. Вот. Потому что мои были настойчивыми, А власти были тоже настойчивыми. И вот кто кого, понимаешь? Вот, я почистила. Отлично. Теперь мелко-мелко режь. Или, знаешь что, или даже на терочке. Как вкусно пахнет. На какой вот штучке надо? Я думаю, ну, на этой, на меленькую. Да? Да. Лимона мы туда кидаем 4 целых ложки. Ну, может быть, около. Ну, целый лимон точно сейчас мы туда запустим. И все мы туда кладем. Меду. А вот если я сейчас съем маленький, кстати. Да съесть, только это не очень будет вкусно. А я люблю. Вот этот весь имбирь мы пускаем туда. Да. И у нас уже все там, все, что нужно, мы уже все туда закинуем. А зелененькая это травка? Зелененькая это мята. Да? Да. Мы берем только что вскипевший. И заливаем. Ух ты. И размешиваем. Мед размешиваем. Размешиваем, размешиваем. А здесь не хочется очень. А на свежем воздухе, потому что любишь ты резать баранину. Ну, вот резать баранину, вообще это мужское дело, между прочим, господин Цегарин. Хорошо. А лук натирать? А лук натирать, это, между прочим, тоже мужское же дело. Но я должна тебе с чем-то помочь. Я же не могу тебя бросить в беде одного, заставлять жарить все там, парить, резать. А, кстати, сейчас мультипликационный фильм поставили. Поют на сцене луковички. Вот так поет, ротик открывает и поет, а в зале все сидят и плачут. Почему? Ну, потому что у тебя очень грустная. Ой, вкусно! А ты знаешь, что имбирь давали рабам, чтобы они лучше размножались? Какой кошмар! Почему кошмар? Скажи, пожалуйста. Это очень мощный афродизиак. Действительно, есть целый ряд афродизиаков, и среди них имбирь, который является очень мощным. Нажителем. Да. Ну, хорошо. Если ты не хочешь резать мясо, и правильно, давай ты вот эту луковку натрешь. Потому что мы будем мариновать мясо. У нас баранина, все это жирная баранина, но такая. Жирная по-хорошему, не по-плохому. Ариночка, ну смотри, ты можешь его мелко порезать, или еще лучше натереть на терке, на крупной. Да, а скажи, пожалуйста, у тебя запасная тушь для ресниц есть? Нет, ты знаешь, я в последнее время глаза не крашу. Не видимо придется. Ну ладно. Последние несколько лет я не крашу глаза. Вот, ты говоришь, ну что не сделаешь ради искусства? А мы будем шашлык делать крупными кусками, чтобы он хорошо прожаренный был и сочный. Я вчера как раз тренировалась, знаешь, я готовила суп папе. Папе, так. И вот вчера только и делала, что все на терке протирала, понимаешь? И хочу тебе сказать, это вкуснее. А скажи, Ариночка, а где ты была, в каких ты была странах? Потому что мы знаем, что папа дипломатом был и мотался по разным странам. Туда-сюда. И ты прожила долго на Дальнем Востоке, да? Нет, я знаешь, на Дальнем Востоке, это он оттуда родом, но на самом деле он с Арбата, но родился он на Дальнем Востоке. Да. Это вот, это его такая история. А вообще, я выросла практически в Ираке, в Ак-даде. В Ираке? Да. Нифига себе. Выросла, я там лет пять жила с родителями, я маленькая была еще тогда. Меня в пионеры принимали. В Ираке? Да. Ну, там же было большое советское посольство. Так. И наших тогда очень любили, потому что мы им весь Ирак отстроили. В Ираке? Все равно так как-то нас вывозили там на рынок, который назывался СУК. Ну, знаешь, ты же был на таких рынках, СУК? Я не был никогда в Ираке. Ну, неважно, это арабский рынок, они всегда одинаковые. Ну, конечно, в Араке же. Да. И нас пару раз одевали в абаи вот в эти черные такие, чтобы, в общем, не вызывать пристрастного отношения, потому что все-таки я блондинка маленькая. Мама, правда, темненькая у меня. Ну, ничего. Так. Вот. Ну, а это вот такие вот страны были действительно экзотические. А, еще в Дании же мы с ними тоже жили много лет. И я просто помню, что когда мы выходили из посольства, папа всегда из старпредства, папа всегда записывался. Вышли туда-то. Так. Когда возвращались обратно, папа записывался. А, нет, это записывал не папа, а человек, который нас выпускал. Конечно. Специальный консьерж такой. Ага. Вот, и вот он себе писал, вот они вышли востока-то, сказали, что едут туда-то. Ну, например, в христианин. Да. Вот. А потом возвращаешься, они пишут. Вернулись. Угу. Часто очень ездили мы к русалочке. Помнишь, русалочка? Да. Русалочка очаровательная. Да. И когда я вернулась в Москву, этой русалочке отпилили голову. Кто-то отпилил какие-то бандиты, это периодически делается. Да, нет, у них такая фенечка там местная. Я слышал, наверное. Да. Ну, вот, и представляешь себе, вот отпилили в очередной раз голову, я так плакала. Ну, ладно, ну ее же приделали потом обратно. Да, но я же плакала, я же переживала. Она же практически настоящая. Ну, ладно. А сколько тебе было-то? Да нет, ну, ха-ха. Ну, я уже взрослая была, лет 15-16-17. Взрослая была, конечно. Тем временем я порезал курдюк. Баранин, знаешь, бывает меренос с таким узеньким хвостиком, который в Крыму везде бегает. Да, признаю. Курдючные вот такие, в которых висит такой большой курдюк вместо хвоста. И жирохвост, это такой переходной, такой у него хвостик вроде как хвостик, но уже такой с жирком. О, какой. Так вот это вот курдюк в Узбекистане так ценится, вообще в Средней Азии, что на рынке продается вдвое дороже, чем мясо. Теперь мы кидаем туда лук, который ты натерла. Да, давай, с удовольствием. Прям кидаем. Да. Вместо уксуса используем лимон. Ого. Давай поссорим перед самым выкладываемым. Значит, у нас здесь курдюк, у нас здесь лук, у нас здесь что-то мы забыли, вот чувствую, забыли. Ну, перец. Нет, ты клал. Мы забыли не перец, мы забыли водку. Водка очень сильно алкоголь размягчает мясо, поэтому мы не нальем немножко водки. А я за рулем. Так. Все это дело выгорает, а остается только вкус. Имбирь. Это корневище тропического пряного растения, которое вызывает некое легкое жжение на языке. Это вызвано тем, что внутри имбирь содержит природные химические соединения, которые обладают вот таким легким жгучим свойством. Как его выбирать? Он должен быть плотным на ощупь, упругим. Отламываться вот такие шишечки должны с громким треском и быть, вот она достаточно громко отломилась, и быть сочными на разломе. Он обладает еще и очень приятным запахом. Тонким, ненавязчивым, таким экзотическим некоторым образом. И я вот, например, в последнее время добавляю во все мясные блюда немножечко имбиря, что только улучшает вкус. И делает его таким немножечко необычным и пикантным. Давай будем мариновать баклажан. Мы берем вот такую большую плошечку. Пожалуйста. Вот. Плошечку. Ставим сюда. Берем баклажанчики. Давай возьмем вот ты такой. Давай. Я вот такой, например. Хорошо. Маленьким ножичком мы делаем надрез. А помпочку ты отрезаешь, вот эту шляпочку? Шляпочку мы потом отрежем. Давай сначала мы... Только не режь. Вот так вот делай. Вот так. До половинки. Чуть-чуть. Так. Теперь берем ложечку. И ты вынимаешь все зернышки оттуда. Аккуратненько. И часть мякоти мы же баклажан делаем сегодня фаршированный. Беру чайничек. Ага. Заливаем на пять минут. Прямо туда ты выливаешь в эту дырочку. Да, в дырочку. Во-первых, у нас что происходит? У нас размягчаются баклажаны сами по себе. Во-вторых, чтобы горечь вышла, кидаем соль. О-о-о. Помешал. Так вот так. Везде все проникнет. А мы тем временем, чтобы у нас не прогорело, нанижим. Давай так сделаем. Я буду нанизывать. Да. А я песни петь. А ты тем временем петь песни, да. И если хочешь порубить меленько. Они не сырые? Три яйца. Нет, они вкрутую сварь. Да, хорошо. А я буду нанизывать. И сейчас солю в последний момент. Потому что, когда солишь сразу, весь сок уходит. Сок уходит весь. А мы... Да, вот. Эта соль морская, она такая малосоленая, но дико полезная. Там йод, там что там только нет. Ну, три яйца. Смотри, вот три яйца. Отлично, хватит. А знаешь, есть такая наука, макробиотика. Нет, не знаю. Вот, есть такая в Америке сейчас абсолютно популярна, невероятна. Макробиотика. Да, и они как раз все занимаются полезным питанием, едят исключительно полезные вещи, не толстеют, живут больше ста лет. Это целое направление. И в основном, конечно, оно... Ну, не все. Ну, а там не вегетарианцы, но, тем не менее, в общем, люди предпочитают, конечно, очень такую здоровую пищу. Так, Арина, смотри, это... Вот возьми большую плошечку, там мы будем все размешивать. Вот она, плошечка. И кидай туда эти яйца, например. Кидай туда яйца. А надо их потом чем-нибудь покрошить? Нет, ну а что, они вот нарублены. Теперь туда надо натереть сырку. Скажи, вот это вот как? Вот, отлично перемешиваю. И еще туда сливочное масло. Мы берем вот такую вот решеточку, выкладываем на ней фольгу. О, какая технология! Сам придумал? Нет. Солим нашу начинку. Немножечко подкерчили. Да, давай с того, да, кусочки. Немножечко перемешали. Ариночка, можешь... Нашпиговывать. Опиговывать, да. Да, с удовольствием. Вот, смотри, воду мы сейчас вылим. Оп, из наших баклажан. Вон она наш, какая стала, водичку. Ну, поскольку мы в лесу. И раз! Что значит, сами делаем, да? Не экономим. Нет. По-честному кладем... Парень, для себя так всегда. ...вот эту потрясающую начинку. Да. Представляешь, а если бы мы были в ресторане, в каком-то или в кафе, ведь не доложили бы. Конечно. Расскажи нам, как тебе работает. Любишь ли ты свою работу? Расскажи. Как люблю ее я, да? Да. Как люблю ее я. Знаешь ли, Сережа? Ты знаешь, что у них пытают, а они рассказывают все. И у них прописано в устали. Солдат израильской армии должен рассказать сразу все, что знает, только чтобы его не тронули. Серьезно? Да. Вот это гуманное отношение. Потому что их мало. Маленькое государство, они людей ценят. А в некоторых других странах, я знаю, он будет до последнего стоять, но не скажут. Не скажут. Не скажут. Нас много, поэтому... Какие у него портянки не расскажут, ничего не расскажут. Сейчас помашу немножко. Ранним утром вставать трудно. В 5 утра у нас эфир. Вот чтобы как-то чувствовать себя в приподнятом настроении и с незаспанными глазами, приходится вставать где-то в районе часа ночи. А ложишься ты при этом в 12 часов ночи. То есть я сплю обычно где-то час. Вообще не спишь практически. Нет. Вообще, когда человек много спит, он хуже выглядит. Я вот сегодня еще слушала Маргариту Куралеву, которая сказала... Помнишь, такая есть девушка, которая занимается диетой, врач, диетолога? Она сказала, спать обязательно надо с 12 до 3. С 12 ночи. Да, с 24 до 3 ночи. В этот момент бурно происходит какой-то гормон вырабатывается, типа гормон роста, что ли. И в этот момент переваривается вот все то, что ты сейчас приготовишь. И в этот момент человек чувствует себя просто на грани блаженства. То есть самое главное успеть поспать с 12 до 3, а остальное время уже не важно. И я тебя уверяю, если ты спишь с 12 до 3, не растолстеешь. Помнишь, ты когда-то приходил к нам в гости в Крыму на блины? Да, помню. Съел терпеливо все блины. Так. А девушка, которая их готовила, чуть не умерла от страха, пока ты их ел. Ну ладно. Она переживала? Ну да. Да. А потом ты сказал вкусно. Обманул, наверное. Конечно, обманул. Они были очень сладкие. Они были очень сладкие. Да. Нет, нет, было вкусно, чужие. Да? Конечно. Мы же переживаем, что тебя же накормить, это же целая история. Ну, перестань. Ну, перестань. А волнуются все? Не гоняйте меня в краску. Все же волнуются. Да. Нет, блины были нормальные. Вот мы когда-нибудь здесь вот пожарим блины на свежем лодке. А знаешь, я очень люблю оладьи из яблок. Да. Вкусно, да? Да, вкусно. А также бывают оладьи из тыквы, из яблок. Это, видимо, я есть хочу. Да, сейчас подожди чуть-чуть. Вот уже почти. Видишь, уже булькает. Даже, даже этот булькает. Баклажан. Так, Арина, мы должны сделать мацони. У нас шашлыки. А резать мне чесночок-то чем? Чесночок. Чесночок. Видишь, я же знаю, что нужен чесночок. Я прям вот уже твои мысли читаю. Тебе как-то много не надо? Нет. Вот природа придумала. Вот все надо чистить. И вот прямо вот ой. А я что-то, знаешь, не дружу. С чем? С этим процессом. Картошку, например, я люблю, когда чистят мои домашние. Так. Сама я стараюсь этого не делать. Приготовить с удовольствием. А вот чтобы вот это все чистить, ва-а-а. А картошку ты ешь? Нет. Я не могу делать для других. Понятно. И вот другие пусть ее и чистят. Возьмем вот так лучку. Немножечко, немножечко. Ты какой хитренький-то. И тоненько-тоненько его порежем. Для красоты? Да. Для плезиру? Да. Ну, как ты грамотно режешь, а? Вот так бы всю жизнь бы и наблюдала, как режут. Вот так. Раз, 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 раз. Ой, красота. Раз, 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 раз. Можно немножечко зеленушкой посыпать. Так. Я вот, например, люблю кинзочку. Вот она, кинзочка. Люблю кинзочку. Я вот тоже. Ой, я больше все люблю кинзу. Ой, люблю. Раз, раз. Так вот, быстренько. Особенно шашлык. Шашлычок у нас готов. Так, вот чесночок. Осталось чесночок. Надо его довануть. И опять немного порезать. Мацони, а хочешь туда красненького, тут же красиво было немножко. А, красненький перчик. А я снимаю баклажаны. Ну-ка, ну-ка. Ой, по-моему, да. Опять удача. То есть опять у Сережи Цыгаля получилось вкусно. Не у Сережи Цыгаля, а у Сережи... Под руководством Марина Шарапова. Под руководством Марина Шарапова. Красиво у нас получилось. Давай положим какую-нибудь веточку. Веточку положи, да. Раз так веточка. Ненароком упала. Очень красиво. А? А зелененькую давай веточку положишь. Давай, давай. Ты как художник же понимаешь, что красненькое мимо. А? Вот так вот. Сергей, даже не пробую. Я уверена, что это прекрасно. Давайте, Арина Аяновна, попробуем. Что мы наделали. Давай ты первый все-таки. Давай. Я попробую баклажан фаршированный. Мне важно посмотреть на твое лицо и выражение глаз. Что выразили эти глаза? А я буду сейчас делать лучше, что это невкусно. Да. То есть ты будешь подглядывать, как я сейчас буду реагировать. Ты знаешь, видать громко. По-моему, вкусно получился. Вкусно? Да. Как вкусно. Некоторые люди в некоторых странах берут лаваш и туда мясо заворачивают. Ну, это даже делают, я думаю, даже в нашей стране под названием Россия. Ой, как это вкусно, боже мой. А знаешь, режется-то как? Просто как мороженое. Олесь не раз говорит о том, что правильный шашлык все-таки должен быть баранин. Ну да. Все дело тут свинина, потому что он всегда мягкий. Ну, правильно, должен быть баранин. Шашлык из баранины. На одну порцию нам потребовалось 300 грамм баранины, 20 грамм курдючного сала, одна головка репчатого лука, 20 грамм водки, сок одного лимона, специи, зелень, соль. Фаршированные баклажаны. На одну порцию. Один баклажан, 100 грамм сыра, одно вареное яйцо, 50 грамм сливушного масла. К этому блюду подается мацун с мелко нарезанным чесноком. Чай с имбирем. Один литр воды, три столовых ложки мелко натертого имбиря, три столовых ложки меда, сок одного лимона и нарубленные листья мяты по вкусу. Спасибо, Сереженька. Накормил, в беде не бросил. Доедай. Во-первых, доедай, во-вторых, ты обещал анекдот рассказать. Приходит муж домой. Встали записка. От любимой супруги. Ушла к подруге. Дорогой, на ужин рыба, а удочка в коридоре. Ты понимаешь, что было с этим человеком, когда он прочитал записку, а? Ты взял улопушку, пошел ловить рыбу? И пошел на ужин добывать рыбу. Спасибо тебе, Арина. Все у нас получилось. Да, это вкусно как. И фантастически красиво. Я вообще, дорогие зрители, рекомендовала бы вам почаще смотреть программу с Сергеем Цеголем. Ибо это тот самый человек, пуп-пуп-пуп, унес в голове. Правильно я сейчас посвечаю? Который никогда не ошибается в еде. Всегда готовит очень вкусно. Даже не попробовал. Ты понимаешь, что это шедевр. За тебя, дорогой. Спасибо, на добром слове. На этом комплиментарном тосте программа на шашлыки заканчивается. Встретимся через неделю. С вами был Сергей Цегаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова